Мы не так далеко продвинулись, но я сейчас уже могу сформулировать определение функции, которой занимались в течение очень многих лет, что называется настоящей математики, и которая дала очень-очень-очень много. Я могу сформулировать вам, что такое гауссовая сумма. Итак, гауссовая сумма. Между прочим, посчитал ее действительно гауссом. И, между прочим, подсчет состоял там из двух частей. Он очень быстро сделал то, что мы с вами сделали. Но мы с вами определим гауссовую сумму с точностью до знака. Мы не сможем найти. Мы ее сможем найти только плюс-минус. Вот то ли плюс, то ли минус. Мы даже догадаемся, какая она на самом деле. А вот посчитаем и сможем. Ну, пока не на сегодняшний яйцо. Чуть-чуть потом, наверное, сможем. Но на сегодня не сможем. Потому что оказывается, что узнать гауссовую сумму с точностью плюс-минус – это не трудно. А вот узнать гауссовую сумму в точности – для этого нужно быть гауссовой суммой. Нет, там всегда была неожиданная, тяжелая работа. Задача, наверное, касается неожиданности. Так вот, ребята, определение такое гауссовой суммой называется величина. Единица – все вроде не изменилось. Плюс эпсилон – ничего не изменилось. А вот дальше пойдет не эпсилон в квадрате, а эпсилон в четвертой. Не эпсилон в кубе, а эпсилон в девятой. Не эпсилон в н-нус первой. А эпсилон в степени н-нус один в квадрате. Вот это и есть, повторяю, гауссовая сумма. Разумеется, мы с вами сейчас должны для некоторых примеров, для которых мы, собственно говоря, все можем считать, но где-то мы как-то для пяти посчитали, для шести, для восьми. Так вот, мы должны для некоторых примеров с вами эту гауссовую сумму просто, что называется, вручную посчитать, и у нас возникнет гипотеза о том, чему же она равна. Это уже будет такое продвижение. Сейчас рассказываю все это достаточно медленно, потому что мне кажется, что здесь важно, по крайней мере, на первых порах, просто привыкнуть к тому, что это не страшно. Что эти корни – это не какие-то там ужасные буквы, а что это реальный вектор на плоскости, и что соотношение на гауссовую суммы – это на самом деле какие-то теоремы по геометрии, и так далее, и так далее. Вот это вот научиться такую связь видеть. Так, ну хорошо, значит, давайте потихонечку это делать. n равно 2. Замечайте, корни из единицы 2 – это 1 и минус 1. Разум. Значит, роль ε играет число минус 1. Значит, мы должны взять такую величину. 1 плюс ε, ну, то есть минус 1. Это и есть гауссовая сумма. Равна 0, потому что в этом случае гауссовая сумма – это просто в точности сумма этих корни. Значит, для случая n равно 2. Здесь будет ответ. Значит, это n равно 2, ответ 0. Замечательно. Ой, слушайте, а почему? Я же хитрый. Я же для единицы тоже знаю ответ. Это, на меня, ребята, в чем-то это и есть тоже профессионализм. Не надо стесняться простых маленьких чисел. Единица, двойка – тоже вполне ответ. Вполне годятся. Так, теперь для трех. Ну, для трех это сложение немножко, но не сильно. Значит, корней из единицы – 3 штуки. Это числа 1, ε и ε в квадрате. Выписываем гауссовую сумму. Гауссовая сумма – это единица плюс ε плюс ε в четвертой. 2 в квадрате – это 4. Но вы помните, что ε в квадрате – это единица. Значит, это на самом деле единица плюс 2 ε. Ребята, это уже интересно. Это уже не тривиальное выражение. Вот это 2 ε. Если вы помните, что такое было ε. Минус 1 вторая плюс корень из трех пополам. Значит, 2 ε – это минус 1 плюс и корней из трех. Минус 1 с единицей – все, ответ получился. И корней из трех. Заметьте, в отличие от первых двух, здесь уже нам надо было знать формулу для корня. То есть, если бы я не знал, чему равно ε, то я не смог бы найти это. Хорошо. Теперь следующее значение. Тоже очень простое. n равно 4. Так, единица. Роль ε – это и. Так, пишем сумму. То есть 1 плюс и плюс и в четвертой степени. И плюс и в девятой степени. Очень хорошо. Значит, и в четвертой степени – это на самом деле единица. И в девятой степени – это и на и в четвертой, и на и в четвертой. То есть, получается 2 плюс 2. Ну, согласитесь, пока закономерность не введена. То есть, вообще, пока что мы получили, в общем, 4 разных ответа. Хорошо, не разные. Теперь давайте посмотрим здесь. Вот это первый действительно интересный случай. Потому что там это все были треугольники, четырехугольники, а здесь 5 – это тоже интересно по-настоящему. Значит, и так, вот эти вот ε – что такое гауссовая сумма? 1 плюс ε плюс ε в четвертой, в девятой и в шестнадцатой. Но вы помните, ε в пятой – это единица. Поэтому ε в девятой – то же самое, что в четвертой. ε в шестнадцатой – это то же самое, что ε в первой. Ребята, мы получаем такой ответ. 1 плюс 2 ε плюс 2 ε в четвертой степени. Ужасно интересно. Где у нас на картинке ε? Вот на картинке у нас ε. Где у нас на картинке ε в четвертой? В первой, в второй, в третьей, в четвертой. Вот, значит, здесь. Что такое сумма этих вексалов ε плюс ε в четвертой? Это на самом деле удвоенная вот эта картинка. Надо еще на два умножить. Значит, это на самом деле четвереный вот этот картинка. Ребята, вот эта величина – это корень из пяти минус один. Гауссовая сумма равна просто на просто корень из пяти. Если честно, в закономерности потихонечку уже просто надо появляться. Для пятерки ответ корень из пяти. Кто знает, какой будет ответ для шестерки? Ноль. Ноль, конечно. Конечно. А какой будет ответ для семи? Игра не из семи. Игра не из семи. А какой будет ответ для восемь? Вот так рассуждал полиэтей. Но мы с вами честно не будем. Поэтому мы с вами для пятерки посчитали, а сейчас посчитаем для шести. На самом деле все быстро. Все быстро. Мы сейчас все это увидим. Значит, итак, поехали. Для шести. Один ε, ε в четвертой. Так, ребята, сразу я буду ε в девятой писать, как ε в кубе, да? Дальше. ε в шестнадцатой, это ε в какой? В четвертой. ε в двадцать пятой, это ε. Правильно? Правильно. Кто понимает, сколько будет 1 плюс ε в кубе? Ноль? Ноль или ноль? ε в кубе. Все верят, что это минус за 1? Все верят, что это минус за 1. Отлично. А ε в четвертой? По той же причине. Замечательно. Ну и здесь тоже ε в четвертой. Примерно. Мы ее подтвердили. Для шести действительно. Сказка. Замечательно. Действительно замечательно. Более того, возникает предположение, что мы с вами для любого, для любого числа, которое имеет вид 4, это минус 2, таким же способом сможем это доказать. А может, и правда, оторвемся и попытаемся доказать, да? Значит, рассказываю. Итак, n имеет вид 4k плюс 2. Очень хорошо. Что я сейчас на самом деле здесь подметил? Что все слагаемые разбиваются на пары в противоположном трубушке. Правильно? Отлично. Выписываю в общем виде. Значит, итак, у меня есть ε, который обладает таким свойством, что ε в степени 4k плюс 2 равно чему? Единице. Правильно? Замечательно. Догадайтесь, чему равняется ε в степени 2k плюс 1? Чему? Минус 1, конечно. Потому что, ну как, мы идем по окружности, в общем, половину окружности, да? Ровно половинность. Оно равно минус единице. Отлично. Теперь пишем гауссовую сумму. Именно для этого числа. Для числа 1k плюс 2. Единица плюс ε. Плюс ε в степени 2 в квадрате. Плюс ε в степени 3 в квадрате. Плюс и так далее. Ну, да, на что это закончится, конечно, да? ε в степени 1 минус 1 в квадрате. Значит, первый вопрос. Как сдруппировать? Вот насколько они отличаются? Вот это вот ε в какой-то там степени. Это ε в степени m квадрат. У меня слагаемых здесь всего 4k плюс 2. Значит, следующее будет ε в степени m плюс 2k плюс 1. Так, понимаете или нет, о чем я говорю? Потому что всего 4k плюс 2 числа, значит, как бы напротив будет лежать число через 2k плюс 1. И все, что я должен проверить, господа, это всего лишь такую штуку. Что когда я разведу вот это в квадрат, а я умею эту сумму в квадрат. Давайте пишем. m плюс 2k плюс 1 в квадрате. Это что такое? Во-первых, m в квадрате. Во-вторых, это удвоенное произведение. То есть 4k плюс 2 умножить на m. И в-третьих, это вот что такое. Это 2k плюс 1 в квадрате. 4k квадрат плюс 4k плюс 1 в квадрате. ε в степени m квадрате это то, что нам нужно. Согласны? ε в степени 4k плюс 2 это единица. Единица в m тоже единица. Поэтому это вообще никак на что не влияет. Вот это разбивается в сумму. 4k плюс 2 умножить на k плюс 2k плюс 1. Вот 4k плюс 2, когда ε в эту степень возвышишь, опять даст единицу. А 2k плюс 1, благодаря вот этому равенству, даст минус. Что-нибудь поняли? Нет, так не бывает. Я еще раз готов написать. Но я буду, что называется, до тех пор, пока вы не поймете. Ребята, речь идет о возведении числа в степени. Еще раз. Значит, ε возводится в степени. m плюс 2k плюс 1 в квадрате. Возводится? Я просто, ну, возведясь вверху по-настоящему в квадрат, понял, что это ε в степени m в квадрате плюс 4k плюс 2 умножить на m плюс 4k плюс 2 умножить на k и плюс 2k плюс 1. Это понятно ли? Если это понятно, то вы дальше должны понимать следующее. Это будет ε в степени m в квадрате, ε в степени 4k плюс 2 в степени m, ε в степени 4k плюс 2 в степени k и еще ε в степени 2k плюс 1. Все это надо перемешать, правильно? Так вот, это, последнее, это минус единица. А вот это все, это просто единица. И значит, у меня получилось минус ε в степени m в квадрате. И оно как раз уничтожится. Ребята, я доказал, что все гауссовые суммы для числа вида 4k плюс 2 равны 0. Доказал? Доказал. Но это уже некий такой общий факт. Кстати, я по этому поводу могу перешестерку даже дать. Хорошо. Теперь. Пошли к восьмерке. Это будет единица плюс ε плюс ε в четвертой. Так, ε в девятой то же самое, что ε. Дальше. ε в шестнадцатой это то же самое, что и единица. Все понимают, да? ε в двадцать пятой это то же самое, что ε. ε в тридцать шестой это то же самое, что ε в четвертой. И, наконец, ε в сорок девятой это то же самое, что ε. Замечательно. Теперь смотрим на картинки. Это будет двойка плюс, что у нас там, двойка плюс 4 ε плюс 2 ε в четвертой. Так, ε в четвертой это сколько? В четвертой это минус 1, совершенно верно, поэтому уничтожается. Остается 4 ε. Ну, господа, как извлечь квадратный хорик из числа 1? Понятно, так. Нам нужно взять отрезок длины 1 под углом 45 градусов. Значит, ε это просто-напросто единица 9 на корень из 2 плюс 1 и 3 на корень из 2. Когда мы это умножим на 4, так, кстати, у нас там ответ написано, неправильно. Вы с вами помните, мечтали, что это будет 4 плюс 4 ε? Оказалось, ничего подобного. Правильный ответ какой? А, 2. 2 корня из 2, видите, как это считается, плюс 2 корня из 2. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Значит, я уже могу формулировать ипотезу. И сейчас мы с вами, собственно говоря, посмотрим, сможем ли мы эту ипотезу доказать. Ипотеза такая. Гауссова сумма принимает следующие значения. Если n равно числу 4k плюс 1, то гауссова сумма это просто корень из n. Если 4k плюс 2, то это что? 0. Если 4k плюс 3, то это и корни из n. И, наконец, если это число вида 4k, то какой будет ответ? Смотрите, для 4 было 2 плюс... Вот, для 8 было 100. Догадайте, что ли? Корень из n плюс 100? Плюс и, как и есть n. Отлично. Откуда, господи? Сейчас мы должны с вами сделать следующее. Мы должны, повторяю, понять, что, к сожалению, вот прямо так взять и получить эту теорему, ну, это было бы, в общем, это было бы очень хорошо. То есть, это было бы замечательно, но сочинение, но сочинение, сочинение не получается. Продолжение следует... Продолжение следует...